Саламеза Рубешвили стала пятым президентом Грузии. Саламеза Рубешвили приняла присягу, чтобы стать пятым президентом Грузии и первой женщиной на этом посту в истории государства. Об этом в воскресенье, 16 декабря, сообщает местное подразделение агентства. Мечта сбывается, в Грузии победила кандидат, отправящий партии новый президент страны может пойти на сглежение с Россией. Инаугурация проходит в городе Тилаве на территории средневековой крепости Батонис-Цихи. На мероприятии присутствуют 1,8 тысячи человек, в том числе президент Армении Армен Карапетян и бывший президент Франции Николя Саркази. «Я, президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и отечества», – произнесла Зурабешвили клятву. Между тем, как отмечает Интерфакс, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе смог проникнуть через полицейские кордоны и присоединиться на Театральной площади в Тилаве к своим сторонникам. «У нас уже нет Конституции, нет выборов, нет права на свободное передвижение, нет права на собрание, свободу слова. Нынешние власти боятся своих граждан и за полицейскими кордонами пытаются скрыться от людей», – заявил оппозиционер. Ранее, 16 декабря, на въезде в город Гурджуани полиция заблокировала следовавшую в Тилаве автоколонну представителей оппозиции. Они планировали выступить с требованием отменить итоги прошедших выборов недалеко от места проведения инаугурации. 28 ноября в стране провели второй тур выборов главы государства. Победительницей стала Саламезу Рабешвили, которая баллотировалась как независимый кандидат, но получила поддержку от партии «Грузинская мечта». По данным комиссии, она набрала 59,52% голосов, в то время как ее соперник Григол Вашадзя, представляющий оппозиционное единое национальное движение, получил 40,48%. На следующий день оппозиционер заявил, что не признает итоги второго тура голосования. Срок полномочий лидера страны увеличили на год, теперь президент Грузии будет находиться на посту 6 лет. Это были последние выборы, когда глава государства определялся путем прямого голосования. В будущем руководство Грузии будет избираться 300 делегатами.